Сегодня мы продолжаем рассказывать про десерты, которые можно попробовать в турецких кафе и ресторанах. Даже не можно попробовать, а нужно попробовать. Первую часть ты можешь посмотреть вот здесь вот по ссылочке. Ты на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Леся. Погнали! Ревани. Ревани. Интересный десерт, получивший свое название в честь турецкого поэта, который рассказывал о нравах и устоях государства, сравнивая их со сладким пирожным. Интересный пирожный. Готовят ревани на основе пшеничной муки твердых сортов. Сначала замешивают тесто из муки, сахарного песка, воды и яиц. Выпекают его в духовке, а затем щедро сдабривают сладким сиропом с добавлением сока лимона. Для украшения используют листочки мяты, кокосовую стружку и орехи. Попробовать ревани можно только в кафе, ресторанах и пекарнях, так как срок годности такого десерта не более суток. На следующий день оно просто черствеет. На вкус сладкая влажная сдоба, отлично подходит к чаю или кофе. Очень сытная, но не приторно сладкая. Что мне нравится. Казань Диби. Вкуснейший и нежнейший десерт. По консистенции похож на пудинг. Готовят на основе рисовой муки, сахара, молока и крахмала, но с особым способом приготовления. Сладкой пропиткой служат мед или жидкий щербет. Приготовить этот десерт может только профессиональный повар после хорошей тренировки, так как секрет в том, чтобы правильно и вовремя снять выпечку со сковороды. Секунда промедления и Казань Диби уже будет невозможно оторвать от дна посуды. Попробовать Казань Диби можно везде, где угодно и даже купить в супермаркете в специальных упаковках или в глиняных горшочках. Что говорит о том, что у них большое количество профессиональных поваров. Обязательно попробуй. Он очень вкусный, оторваться от него очень сложно. И для тех, кто не особо любит сладкое, он вполне подойдет. Так как по сравнению с многочисленными турецкими сладостями, Казань Диби не такой сладкий. Вот он налезь, подошел. Ну, мне тоже, кстати, подошел прям четко. Цена в магазине составляет вот 10 лир, а в кафе и ресторанах вот 45 лир. Таву Гёсу. Это десерт, внимание, из куриной грудки без вкуса курицы. Куриный вкус теряется за счет длительной варки куриной грудки в молоке, которая распадается до эластичных неразличимых нитей. Такой вот интересный десерт. Пробовала им десерт из курицы. Этот десерт подавался султанам, живущим в топ-капах. Легенда создания этого десерта гласит о том, что однажды султан ночью захотел чего-нибудь сладенького. А придворным поварам не хватало ингредиентов. А куриная грудка была. Так и родился такой десерт. По консистенции он как пудинг. На вкус не сильно сладкий. Очень необычный, но вкусный. Вкусов курицы вообще нет. Найти его можно в заведениях сети Сарай Мухолеби Жизи и Мадо. Сютлач. Переводится как молочный десерт. Еще его называют рисовым пудингом. Готовят на основе молока. Существует два основных рецепта приготовления сютлача. В первом варианте в холодном виде, дополняя его фруктами или орешками или вообще без них. Во втором варианте сютлач едят теплым. Для этого основу запекают в духовом шкафу, а затем готовое блюдо обильно присыпают лимонной стружкой или сахарной пудрой. Есть вариант, когда ничем его вообще не присыпают. На таком пудинге всегда запеченная золотистая корочка. Поесть десерт можно в любом кафетерии или ресторане. Подают его в керамических мисочках. А также можно его купить запакованным в супермаркетах и небольших магазинах пластиковых упаковках. Купленный в магазинах сютлач тоже очень вкусный. Олеся его обожает. Матушка твоя. Да, тоже. Мне он, кстати, тоже понравился. Я не так давно попробовал. Первый раз пытались его часто есть. У него такой совершенно особый вкус и нежнейшая консистенция. И он, опять же, не сильно сладкий. Цена колеблется от 10 лир до 50 лир в зависимости от места покупки. В Стамбуле его можно попробовать в заведениях Гереме Мухаде Биджи Си. Их в городе парочка. Вот один из адресов его. Ну и также в сети кофейн Мадо в Турции адресов очень много. Как мы говорили, вбивай в гугле. Их просто очень много. И сеть очень хорошая. Да, и просто они в этих сетях двух, они там сютлачат, прям очень вкусно. Следующий десерт. Мухалиби. Это молочный пудинг, похожий на французский бланманже, кто знает. Готовится он из смеси молока и сахара, загущается кукурузным крахмалом или рисовой мукой. Для пикантности вкуса добавляется розовая вода, ваниль, шафран или корица. Обычно подается холодным. Украшается разными ингредиентами в зависимости от региона, где его готовят. Фисташками, финиковым сиропом, миндален, грецкими орехами, тертым кокосом, корецией, изюмом, шоколадом и фруктовыми соусами. Это очень легкий и освежающий десерт летом. Попробовать его в Стамбуле лучше в специализированных заведениях Мухалиби Джи Си. Например, сеть заведений Сарай Мухалиби Джи Си. В них много ресторанов по городу и в торговых центрах. И Тарихи Сарьер Мухали Джи Би Си. Адрес вот, как это за годы, видишь. Ашуре. Это очень древний десерт, относится к религиозному обычаю. Верующие постятся первые 10 дней первого месяца исламского календаря Мухарам. А затем на 10-й день готовят Ашуре. Ходят с ним по гостям, делясь с соседями и родственниками. Считается, что вместе с Ашуре в семью приходит финансовая стабильность. Другое название Ашуре – это пудинг Ноя. По легенде, после всеверного потопа, Ноя приготовил Ашуре из того, что у него было. Ингредиенты, я скажу, у него там были, конечно, голые. Да, запасы у Ноя были неплохие. Так как основными ингредиентами являются пшеница, бобовые, такие как фасоль и турецкий горох, фруктовая ассорти, и орехи, апельсиновая и лимонная цедра. Соль и горох с дольками апельсина отваривают, добавляют сухофрукты, охлаждают и добавляют различные орехи. Для сладости в блюдо добавляют сладкий сироп или мед. Ашуре едят холодным в небольших блюдцах. Блюда очень сытные. Ашуре можно поесть в кафе, если попасть на сезон его приготовления или купить в магазине. Вкусный ашуре прямо в Султанахмеде, рядом с Айя Софией, можно попробовать в ресторане The Pudding Shop. Следующий десерт – гюлач. Это старинный десерт Османской империи, имеющий тоже религиозный контекст. Готовят его традиционно в месяц Рамадана. В переводе на русский гюлач означает «едорозами». В 15 веке его готовили из теста, из кукурузного крахмала, высушенного на солнце. И хранили такие листья несколько месяцев до наступления Рамадана. И вот в час икс эти сухие листья теста замачивали в молоке и сахаре. С течением лет в десерт стали добавлять розовую воду, фундук, грецкий орех или миндаль для прослойки. Потом розовую воду заменили гранатовой заправкой. Такие листья складываются слоями, между которыми добавляют разный ингредиент. Сверху украшают молотыми орехами и разными фруктами – клубникой и гранатовыми зернами. Подается он прям так, замоченным в сладком молоке. На вкус, как тайное мороженое. Десерт очень влажный и слабосладкий. Мы его обожаем. Вкус у него божественный. Его в Хатмаре покупали в Красном Адане, да? Есть его надо прям в день покупки. На следующий день он скисает. Сами проверили. Продается в основном он именно в Рамадан, повсюду. В пекарнях, кордитерских, в больших супермаркетах, где есть свое приготовление. Если попадешь на апрель месяц в Турцию, обязательно попробую этот десерт. Он не оставляет равнодушность. Пасталар. А вот этот десерт по сравнению с остальными турецкими сладостями не особенно вкусный, хоть и выглядит очень аппетитно. По сути, это разные торты с кремовой начинкой и разными украшениями. На вкус сладкие и сухие. На самом деле, торты в Турцию не умеют готовить. Они все у них либо сухие, либо масляные. Мы, кстати, пробовали такой вот кусочек торта. Да. Корж хороший. Да, бисквит у них и получается исключительный. А вот крема, это вообще что-то отвратное. Просто масло. Липнет все к нюб. Ужасно. Вкусно. Даже не смог. Вова даже не смог съесть. Хотя он ест все сладко. Ну масло, просто масло ест. Ну как? Ну ребят. В следующем видео расскажем про сладости, которые можно купить и увезти с собой. Подписывайся на канал, чтобы видео увидело больше пользователей. Ставь пальчик вверх, если видео было полезно. Свои вопросы, замечания пиши в комментариях. А также анонимный вопрос можешь прислать на почту, указанный под видео. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока. До свидания.